Что это такое? Замечательно. Прекрасно. На самом деле, очень редко кто отвечает. Исторический экскурс для дипломатического корпуса. Они ведь привыкли отвечать на нестандартные вопросы. А тут хрестоматийное. Тульский Кремль в самом центре оружейной столицы страны. Автобус заруливает к сборочному цеху. Следующая остановка – предприятие «Щегловский вал». Боевые машины пехоты, десанты, противотанковые управляемые ракеты, новейшие прицельные комплексы. Вот это экспозиция стрелково-гранатометного вооружения. Новинок здесь нет, но есть проверенные, весьма востребованные за рубежом на экспорт. Вот, например, ОСВ-96, снайперская винтовка, крупнокалиберная. Ее дальность стрельбы до 2000 метров. И вот укороченный вариант этой же винтовки. Калибр крупный, стреляет примерно на 600 метров, но для бесшумной снайперской винтовки это рекорд. Чувство гордости есть за то, что мы видим. Ну как я это, допустим, в стране находясь, не вижу здесь, за границей, а здесь я это вижу. Я вижу, в чем заключается наша мощь. Короткая дипломатическая командировка раз в два года. Представители государства за рубежом приезжают в страну. Увидеть все своими глазами, что называется, пощупать и попробовать, чтобы потом, вернувшись, доказательно объяснить преимущества взаимовыгодного стратегического партнерства. Такая промышленно развитая область, как Тульская, известная на всю страну, да и не только на всю страну, на весь мир, наверное, и своим вооружением, и своими заводами, и своей продукцией. Я уж не говорю про самовары и про пастилу, которую я ем иногда и дарю, да, да, там, знаете, испанцам дарю, и они с таким удовольствием ее едят. Новые рынки, доступ к передовым технологиям, инвестиции, которые, как по трубам СПГ Ямал, уже потекли в страну. Вахтовый поселок Сабетта, комплекс по сжижению природного газа, проектной мощностью 16,5 миллионов тонн в год. А еще морской порт, способный обеспечить одновременно разгрузку десятка судов, откуда мощные газовозы отправляются к потребителям по Северному морскому пути. Это инвестиционное сотрудничество. Мы в нашем взаимодействии с Китаем переходим от торговли, как обмен товарами, к торговле, скажем так, инвестиционными проектами. Они занимают все больше и больше места в нашем экономическом взаимодействии. Современное производство, построенное на вечной мерзлоте, в рекордные сроки, как пример эффективности в разных часовых поясах и при любом политическом климате.